Сегодня 19 апреля, пятница. Это значит, что свежий номер Одинцовской недели уже ждет своего прочтения. Давайте вместе посмотрим самые интересные страницы этого выпуска. На Одинцовской улице вполне буднично вышли поливальные машины, но полилась из них не вода, а мыльная пена. Вот так стартовал весенний цикл уборки улиц. 22 километра дорог уже прошли свой банный день. В кодексе дачника нововведение. Захламление участка теперь под запретом, как и выращивание некоторых растений. В стоп-листе оказался не только борщевик. За какие еще сорняки и цветы можно получить штраф? Уже рассказываем на страницах газеты. Весеннему теплу и цветению радуются все, кроме аллергиков. Для них апрель и май – это не сезон шашлыков и вечерних прогулок. Можно ли побороть аллергию и есть ли шанс ее унаследовать? Читайте ответы врача-пульбонолога. Мировым лидером по заболеванию является Австралия. Однако и среди Одинцовцев аллергиков немало. У меня в семье аллергия у двух детей и у мужа. Я всю жизнь страдаю аллергией на весеннее цветение, тополя, еще что-то. В общем, как-то так. У меня есть аллергия на пчел очень большая, внутренне, поэтому я их боюсь, как огня. На цветущие деревья, на злаки, на луговые травы. Детям делаем гормональные ингаляции. Удобно, быстро и доступно. Популярность интернет-магазинов растет. Жители города поделились, часто ли открывают маркетплейсы, доверяют ли им и если да, то какие товары заказывают. Я вообще не пользуюсь интернет-магазинами. Пока ноги носят, что мне интернет-магазин? Да, интернет-магазин – это такая, знаете, не всегда удачная история. Надо покупать там, где уже проверено, знаешь. Мы покупаем продукты, питание, бытовую технику, также товары для дома покупаем в интернет-магазинах. Активно пользуемся. А даже товарами для здоровья – это аптеки. Чаще всего какие-то такие брелки, такие всякие штучки. Нет, не пользуюсь. А почему? Ну, потому что я могу и так сходить в магазин, в любой. То, что мне нужно – потрогать, пощупать, понюхать и так далее. Заглянуть во Вселенную, увидеть небесные тела и послушать рассказы астрономов – все это в Звенигородской обсерватории. День открытых дверей собрал почти полтысячи любознательных гостей. Побывал там и наш корреспондент. Эти и другие новости уже ждут своих читателей в свежем номере Одинцовской недели. Бумажный вариант газеты можно найти на фирменных стойках, а электронный – на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова